Закон о заочном правосудии был принят Верховной Радой Украины около года назад. С его помощью подозреваемых в громких преступлениях смогут судить без присутствия обвиняемого. Специальное расследование может проводиться только по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, связанных с сепаратизмом, терроризмом, коррупционными преступлениями и убийствами. В Харькове заочно будут судить милиционера и судью, который подозревается в пособничестве боевикам так называемых ЛНР и ДНР. Сегодня прокуратура области направила обвинительный акт относительно бывшего руководителя Славянского городдела милиции Александра Давыденко. По данным досудебного расследования, говорит прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, Давыденко заранее знала намерение боевиков захватить городдел Славянска весной 2014 года. И сейчас он находится на территории временно неподконтрольной Украины. По его команде весь личный состав покинул райотдел и была предоставлена возможность свободно боевикам захватить помещение, в котором находилось около 500 единиц боевого оружия, боеприпасы к ним, это автоматы, пистолеты. Кроме того, подано ходатайство о разрешении на заочное судопроизводство по делу луганского судьи Анатолия Визира. В апреле 2014-го Визир выложил в сети интернет-видео, в котором назвал себя президентом Юго-Востока Украины и призывал к захвату админзданий в нескольких областях, в том числе Харьковской и созданию там народных республик. Анатолию Визиру инкриминируют сразу несколько статей. Среди них – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица. «У нас есть подтверждение от службы безопасности Украины о том, что Визир скрывается от следствия на территории временно неподконтрольных Украины. Поэтому мы обратились в суд за разрешением на проведение специального расследования. Мы надеемся, что в ближайшее время такое разрешение мы получим от суда. И будут открыты материалы криминального производства для стороны защиты. И после этого будет обвинительный акт направлен в суд». Кроме того, отметил Юрий Данильченко, возможно, в заочном порядке будут судить и возможных исполнителей терактов по «Бестена», который произошел в ноябре прошлого года. В данный момент в Харькове слушают дело организатора теракта Марины Ковтун. По данным прокуратуры, личность мужчины, который непосредственно занес мину внутрь заведения, уже установлена. Однако сейчас он находится за пределами Украины, вероятно, в России.